Кентавр Уж кто кем родился, дело такое, стыдиться тут нечего, бывает. У нас, так сказать, все равны. Александра Филипповича, например, так того вообще угораздило родиться кентавром. Кентавром еще в античной Греции жилось хлопотно, а сейчас о них почти и вовсе ничего не слышно. Сначала его не принимали в детский сад. Намекали, что нужна специальная обувь, кроватка и прочее. Пришлось без боли вырвать заведующий два зуба, устроив ее к знакомому участнику-стоматологу. Но и тогда не велели ложиться в кровать с копытами, а на прогулках он должен был плестить в конце и не размахивать хвостом. В школе, куда его записали против желания «Всеобщее обучение есть всеобщее обучение», он пользовался уважением, как личность необыкновенная, обладающая к тому же смертельным ударом левой задней ноги. На физкультуре его ставили в пример. Но когда на городских соревнованиях жюри не засчитало ему побед в беге и прыжках, он затаил обиду и в спортивной карьере охладел, несмотря на бешеные посулы заезжих тренеров. Он стал задумываться о судьбах кентавров в истории и выдержал конкурс на исторический факультет, хотя предпочтение отдавалось имеющим производственный стаж, где прославился как достопримечательность костюмированных балов, первые призы и душа пикников, на которых он катал верхом всех желающих девушек. Он долго боялся, что не может понравиться девушке, но оказалось, что многие испытывают к нему сильнейший интерес. И на последнем курсе он удачно женился на профессорской дочке. Правда, семья прокляла ее, но потом опомнилась, что других-то детей нет, и Александра Филипповича оставили в аспирантуре. Защита диссертации, роль кентавра в современности шла бурно. Один профессор проснулся и напал с обвинениями в антинаучной фальсификации истории. Утверждал, что у античных кентавров было шесть ног, две из которых в результате прогресса превратились в руки. К счастью, выяснилось, что профессор скутал четвероногих кентавров с шестикрылыми серафимами и шестируким шивой. Зава отделом кадров воспротивился приему Александра Филипповича в НИИ истории, заявив, что фактом своего существования он подрывает научные основы и мешает атеистической пропаганде, так что тестью-профессору пришлось закрутить все связи. Зато в отделе Древней Греции Александр Филиппович сразу стал непререкаемым авторитетом и предметом зависти со стороны других отделов. Сектор средних веков даже попытался устроить к себе настоящую ведьму, но встретил резкий отпор в лице директора, заявившего, что хватит с него и тех ведьм, которые в институте уже работают. Не долюбливали Александра Филипповича лишь комендант здания, ругавшийся, что приходится менять паркет, и вахтер, на лице которого каждое утро, когда Александр Филиппович аккуратно предъявлял пропуск, появлялось болезненное и беспомощное выражение. Несчастья начались с разнарядки на сельхозработы. Кто возмущался, что людей много, а кентавр один, а кто возражал, что именно поэтому его и надо отправить? Жена со временем стала стесняться Александра Филипповича перед окружающими, хотя наедине по-прежнему очень любила, и тесть профессор не заступился. Вдобавок замдиректора, заполняя бланк, в графе «Число людей» указал «Единица», и в мучительном затруднении пояснил в скобках «Плюс один конь». «Это ж надо!» — восхитился в колхозе бригадир Вася. «Какую полезную породу людей вывели!» «Давно пора!» «Вот что мы уже умеем, а?» А Александр Филиппович рационально приспособился к тележке с картошкой. Он сам насыпал ее в мешки, сам нагружал, вез, разгружал, складывал и считал. А Вася отмечал палочками в блокноте. «Как работать, так лошадь, а как кормить, так человек!» — неумело пошутил Александр Филиппович столовой. «Ответили об установленных нормах порций, а кто недоволен, может хоть на лугу пастись». А в дом приезжих его со скандалом не пустила уборщица. На завтра, голодный и невыспавшийся, он забастовал. Вася прибег к нуту. Возмущенный Александр Филиппович поскакал жаловаться председателю колхоза. У того хватало проблем и без кентавров. Он порылся в бумагах и кратко разъяснил в руководящем стиле. «Указано — один человек плюс один конь. Не хотите работать? Накатим такую жалобу, что вас вообще из ученых в лошади переведут». Александр Филиппович стал худеть. Осунулся, глаза его запали, зато ребра выступили. На поле кони встречали его сочувственным ржанием, и это было особенно оскорбительно. Зоотехник при встрече с ним ужасался, а зав клубом норовил проехаться на его телеге и сговориться о бесплатной лекции разоблачения мифов. После дня под дождем Александр Филиппович простудился и слег. Врач при виде торчащих из-под одеяла копыт и хвоста в негодовании пообещал заявить о пьяных шутках бригадира Васи, кому следует, и ушел. Приглашенный Васей ветеринар высказал опасение, что Александра Филипповича придется усыпить. После такого прогноза больной лечиться у ветеринара отказался наотрез и даже боялся принимать аспирин. Черт их знает, что они могут ему подсунуть. Добрый Вася принес водки. Александр Филиппович выпил и заснул. Вася стал решать вопрос, хоронить ли Александра Филипповича по-людски или же сдать шкуру на за год пункт, а на вырученные деньги помянуть. А Александру Филипповичу снилась античная Греция, где среди цветущих холмов гуляли люди и кентавры, мирно беседуя о смысле истории и борьбе с общими врагами, чудовищами. А самый мудрый кентавр, которого звали Херон, занимался воспитанием мальчика, которого звали Геракл. И никто не видел в этом ничего странного.